100 участников из всех регионов России, 10 насыщенных образовательными и творческими событиями дней, почти 30 мастер-классов от экспертов. Вот всего несколько характеристик Всероссийского тренинг-лагеря по подготовке тренеров-лекторов Общероссийского профсоюза образования. Он проходил в селе Девноморска Краснодарского края с 6 по 16 июля. Лагерь «Открытие» – в таком мнении сошлись участники и лекторы по окончании 10 дней интенсива. Открытие новых фактов, а также сторон уже знакомых явлений. Открытие сфер, где каждый из педагогов и профсоюзных лидеров смог бы попробовать свои силы. Открытие в себе, неизвестных ранее черт, качеств и интересов. К открытиям располагали и сама атмосфера – командная, зажигательная, не дающая остаться в стороне. И герои – неисчислимо талантливые и бесконечно творческие педагоги. Что мне понравилось сразу, поначалу, куда идти, что делать, мой командир, ничего себе. Что есть какая-то схема, понятно, четкая схема, есть атмосфера. Яркая атмосфера, позитивная атмосфера, дружелюбная атмосфера. Что-то случилось, да вот, пожалуйста, бери, я же тебе помогу. Когда я сюда приехала, я нашла здесь очень много друзей, я уверена, что мы будем общаться и после тренинг лагеря. Что я выявила для себя, что на данном проекте находятся только талантливые люди. Здесь нет простых, здесь все креативные, своеобразные. Не менее трех лекций в день, спортивные мероприятия, творческие вечера, командная работа и непременные морские ванны. Казалось, в сутки педагогов вмещается значительно больше привычных 24 часов. Структуру профсоюзной деятельности и правила делопроизводства представила участникам Лариса Солодилова, заведующая организационным отделом аппарата Общероссийского профсоюза образования. Узнать о современных вызовах и трендах в образовании и по-новому взглянуть на федеральные государственные образовательные стандарты помогли занятия эксперта профсоюза Раиса Загидулина. Наглядно и образно он рассказывал о приращении знаний у современных учеников. А по окончании лекции смог оценить и приращение у его учеников – педагогов. Прекращение сегодня является критерием того, состоялся у тебя продуктивная деятельность на занятии, на уроки, на учебные занятия. Я оцениваю по вопросам. Я могу сказать, что на первом занятии не было вопросов. Значит, после первой лекции. А вот сегодня и в момент проведения занятий возникла серьезная большая дискуссия. И после занятия люди уже подходят как бы с конкретными вопросами. Это значит, что начался процесс осмысления и происходит приращение в личностной группе. Поэтому я оцениваю, что приращение есть. «Каждый важен» – так называлась специальная программа, посвященная проблеме буллинга или травли в детских коллективах. Эта программа может помочь школам, классам, педагогам, детям, родителям. Всем тем, кто столкнулся или может столкнуться с проблемой травли. А мы понимаем, что с проблемой травли может столкнуться каждый. Может быть не сейчас, может быть завтра. Но если оценивать по шкале от 0 до 10, то, наверное, на 10, потому что эта тема очень животрепещущая, актуальная. Особенно среди школьников, подростковой среде. И для меня, как для педагога, работающего в школе, это очень важно – научиться быть готовой ко всему. Вы знаете, мне очень понравилась вот эта идея с видеоматериалами и с их анализом. Особенно пункты, где мы проговариваем эмоции каждого участника. Мы как бы встаем на место другого и примеряем на себя его шкуру. Можем оказаться в другой роли. Мне кажется, детям, которые пока еще не умеют ставить себя на место другого человека, зациклены особенно, если они на себе, для них это очень полезно. Это позволяет им расширить свой социальный опыт, эмоциональный опыт, мне кажется. Подготовить педагогов к конкурсам профессионального мастерства – значимым фактором профессионального роста – помогли занятия финалиста конкурса «Учитель года Москвы-2019» Елены Кошелевой и «Учителя года России-2015» Марии Охапкиной. Мария Евгеньевна, учитель гимназии Пущина, также поставила своей целью еще больше раскрыть творческие способности участников – работа до кончиков пальцев. Ее театральный мастер-класс снимал зажимы, учил эффективным способом подготовки к выступлению. Всегда очень страшно выходить на мастер-класс театральный, потому что ждешь, каков будет отклик. Здесь отклик был настоящий. Все участники были живыми, яркими, эмоциональными. И самое главное, я боялась, что вечер все устанут. Ничего подобного. Все работали на полную катушку, на все 150%. Ораторскому мастерству и новым форматам проведения официальных мероприятий свои занятия посвятила Елена Елшина, заведующая отделом по связям с общественностью аппарата Общероссийского профсоюза образования и организатор тренинг-лагеря. А журналист и педагог из Пущина Диана Ларионова предложила участникам представить себя сначала героями, а затем и авторами текста для СМИ. Как избежать двусмысленности и сделать интересное педагогу интересным зрителю. Эффективное взаимодействие со СМИ и основы журналистики – необходимые знания в современном мире. Это просто замечательно вообще. Все мероприятия, которые здесь проходят, они уникальные мероприятия. Я такого больше нигде не видел. Спикеры, которые перед нами выступают – это уникальные люди, на которых обязательно, обязательно надо сходить посмотреть. Какие есть только самые высокие оценки – вот это вот этой программе. Теперь у нас есть чем поделиться, у нас есть что сказать, и у нас есть знания, которые мы сможем использовать в своей практике. Нам это очень важно. Она не только обучает, но и показывает на практике, как это применять и как с этим работать. Многие вещи, которые раньше я использовал часто чисто интуитивно, сейчас я понимаю, как они работали, я понимаю, когда и почему у меня что-то не получалось или же получалось. Поэтому, правда, это были очень полезные лекции. Отличные мастер-классы, потому что мастера – класс. Простой и емкий вывод педагогов. Помочь испытать себя перед большой аудиторией, опробовать идею необычной подачи, а главное – поделиться уникальным опытом сразу со всей страной и обогатиться новым – помогли мастер-классы от самих участников. Здесь, в атмосфере столь интенсивного профессионального общения, оказалось, что даже за пять минут можно научить спасать тонущего человека, объяснить азы ментальной арифметики, показать преимущества электронной тетради как альтернативы бумажной и многое другое. А масштаб полноценного мастер-класса позволил, к примеру, познакомить педагогов с мобильным образовательным пространством речевого экспериментирования и даже представить исторический балл в школе как средство воспитания и социализации молодежи. Раскрыть себя на сцене и открыть артиста в себе, обнаружить способности и качества, о которых даже не подозревал, педагогам помог спектакль. Традиционный фестиваль «Золотая ракушка» после 10-дневной подготовки и множества репетиций вновь пригласил участников тренинг-лагеря и всех отдыхающих на базе комплекса, где проходило мероприятие. Нестандартный подход к формированию программы заявил о себе и здесь. Завершился тренинг-лагерь не только привычным вручением грамот и благодарностей, но и большим спектаклем. Современные педагоги не просто доказали, но и продемонстрировали – они могут все.